Первое в наступившем году заседание Женсовета Волхова состоялось 18 января в здании районной администрации. Председатель Женсовета Волховского муниципального района Наталья Сайченко, приветствую участниц заседания, пожелала членам Женсовета Волхова плодотворной работы в новом году. Участницы собрания обсудили участие общественных организаций в избирательных кампаниях 2024 года и о поддержке участников СВО. Нельзя переоценить роль женщин, активно участвующих в сборе помощи для военнослужащих в зоне СВО, отметил организатор общественного движения «Мобилизация Волхов» Иван Прибыльский. Во многих населенных пунктах женщины плетут маскировочные сети и вяжут теплые вещи для бойцов. Однако планы на текущий год намного масштабнее. Участники собрания договорились о расширении взаимодействия между группой «Мобилизация Волхов» и Женсоветами Волхова и Волховского района. Об открытии дополнительных пунктов сбора в Волховском районе, о сборах и отправке гуманитарной помощи к 23 февраля. Женщины выступили с инициативой о проведении акции «Оберег солдату», приуроченной к 23 февраля. О выборной кампании в 2024 году рассказала заместитель главы администрации Волховского муниципального района по социальной и внутренней политике и работе с органами МСУ Александра Полянская. Все приказы знаем, что впереди избирательная кампания до выбора президента Российской Федерации, которая будет проходить три дня до 15, 16 и 17 марта. У меня большая позиция, очень нужна будет помощь. Мы должны максимально информировать всех наших граждан, всех наших жителей, всех своих друзей, подруг, родителей о том, чтобы в третий дня проходить избирательная кампания. О том, чтобы они не забыли прийти на свои участковые избирательные комиссии и сделать правильный выбор, отдать свой голос за кандидатов президента Российской Федерации. Поэтому нужно будет постараться и отладить данную работу по информированию в ближайшие эти три дня, чтобы никто не забыл. Вот такая будет просьба, что по-технически там есть моменты, те, кто не может находиться на территории в этот период, да, и он находится, в принципе проголосовать могут все, даже не жители нашего района, да, и они могут открепиться с помощью голоса услуг, открепиться с другого региона, с другого района, с другого там области, и прикрепиться на наш участок, если вдруг, допустим, на Слововском районе, не все есть, да, с нашей регистрацией, но они хотят проголосовать у нас, также могут довести информацию, что может это сделать, и проголосовать у нас с помощью открепления через госуслуги или через участковые избирательные комиссии прийти и также открепиться, прикрепиться в удобной для него участковой избирательной комиссии. Это тоже нужно будет довести. Очень хорошо, что у нас три дня, потому что у нас заводы, производства, да, еще день, который работает у нас и выходы. То есть есть возможность, если мы не можем 15-го числа прийти, то можем прийти 16-го, 17-го числа. Александра Борисовна напомнила собравшимся о том, что 23 января в районе стартует год семьи. Мероприятие по этому случаю пройдет на территории Староладожского Никольского монастыря. В заключении, Женсовет Волхова подвел итоги второго регионального женского форума социальной инициативы женщин в реализации национальных проектов, а также определил приоритетные направления работы и утвердил план мероприятий на 2024 год.